Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал, рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и инвестирую вместе с вами. Ну что, друзья, как обычно, вечером подводим итоги торгового дня, полистаем любопытные новости, посмотрим на российские, на американские рынки, посмотрим на стоимость нефти, золота и биткоина, разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня. Сегодня покопаемся в моих портфелях. Напомню, что инвестирую через брокера открытия. У меня два счета в Тинькофф, один в ВТБ и криптокошелек на Binance. Ну и в завершении, как обычно, поразмышляем, чего нам ожидать от дня завтрашнего. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, друзья. Погнали! Ну на бирже дела не очень, все мы это видим, но тем не менее, видите, JP Morgan советует выкупать провал в ожидании окончания пандемии. Рынки слишком остро отреагировали на появление нового штамма коронавируса, полагают аналитики. Omicron может ускорить завершение пандемии, а недавние распродажи дают инвесторам хорошую возможность для покупки акций. Хотя вполне вероятно, что Omicron распространяется быстрее, чем предыдущие варианты ковида, первые отчеты дают возможность предположить, что он также может быть менее смертоносным, что вписывается в наблюдаемую историческую схему эволюции всех вирусов, так считают аналитики JP Morgan, Марко Каланович и Брэм Каплан. По их словам, в конечном итоге это может стать позитивным моментом для рынков и рисковых активов, поскольку может сигнализировать о приближении конца пандемии. Ситуация, по их мнению, может развиваться следующим образом. Менее опасный, но более заразный вариант Omicron способен вытеснить более опасный и менее заразный дельта-штамм и превратить пандемию в нечто более похожее на обычный сезонный грипп, считают эксперты. Это может привести к распродажам бумаг компаний, которые были бенефициарами локдаунов и распространения ковида, и вызвать ралли в акциях, которые выиграют от снятия карантинных ограничений и открытия экономики. Ну вот так вот, друзья, решил сегодня начать с хороших новостей. Слишком много плохого в последнее время в прессе. Давайте чуть-чуть выдохнем. Все будет 100%, я вас уверяю, хорошо. Ну и аналитики JP Morgan считают, что в следующем году подъем на рынке акций также продолжится, хотя будет более умеренным по сравнению с 2021. Ну и, естественно, по сравнению с концом 2020 года. В 2022 году эксперты ожидают продолжение роста индекса S&P до 5050 пунктов по сравнению с уровнем закрытия индекса на отметке 4513. По состоянию на 1 декабря потенциал роста превышает 11%. Это, друзья, уже более реально, чем то, что мы видели в ковидный год и в постковидный год. 11 годовых в валюте – это замечательный результат. Именно на такую доходность инвесторам и надо настраиваться, особенно новичкам. Многие пришли на биржу весной 2020 и думают, что 20-25 годовых – это норма. Нет, друзья, естественно, это ни хрена не норма. Норма, собственно, то, что сейчас происходит. И многие разочаровываются в рынках, думают, блин, а в чем тогда смысл? Лучше идти во вклады. Друзья, смысл в том, что рынки не дают нам деньги всегда и постоянно. Тут надо работать, надо терпеть, надо ждать. И все равно на бирже получится лучше, чем на депозитах, опять же, если не ломать дрова. В 2022 году европейские фондовые рынки и рынки стран с развивающейся экономикой, по мнению экспертов, покажут лучшую динамику по сравнению с рынком американских акций. На развивающихся рынках JP Morgan'а дают предпочтение многострадальным бумагам Китая, на которые многие уже махнули рукой Индонезии, России и Бразилии. В российском МИДе сегодня заявили о надежде на контакт Путина и Байдена в ближайшие дни. Сроки и форма переговоров двух президентов еще не определены, однако количество накопленных проблем и нерешенных вопросов требует провести их как можно скорее, заявили в МИД России. Ну, тут уже, видите, есть ощущение, что нам больше нужны эти переговоры, чем американцам. Посмотрим, друзья. Мне кажется, все равно эта встреча, этот диалог, который, скорее всего, случится в онлайн-формате, он окажет на рынке позитивное влияние. Олег Тиньков назвал причины срыва прошлогодней сделки с Яндексом. Менеджмент Яндекса испугался прихода Тинькова и заболтался основателя IT-компании Аркадия Воложа, чтобы не покупать банк, считает сам Тиньков. По его мнению, Волож жалеет о срыве этой сделки. Дело было так. Тиньков наконец-то рассказал все детали. О сделке он договаривался в течение месяца, лежа в инфекционном боксе. Я напомню, он тогда боролся с лейкемией. Вот я лежал месяц с телефоном и сделал эту сделку с Грэбом Абовским, это финн-директор Яндекса, Тиграном Худовердианом, это управляющий директор, и с Аркадием Воложем. В марте 2020-го стало известно, что у Тинькова диагностирована лейкемия. Бизнесмен борется с ней с октября 2019-го года. Что пошло не так, говорит Тиньков. Во-первых, я болел, и дико росли акции в цене. Мы начали сделку по цене там типа 20 баксов, а когда заканчивали, она уже 40 баксов что ли была, не помню, сказал Тиньков. В результате этой супер сделки должен, по идее, был быть создан национальный чемпион, где у Тинькова не было бы контроля, но была бы возможность консультировать ведение бизнеса. Такой взгляд был у самого бизнесмена, но, по его словам, такого подхода менеджмент Яндекса испугался. Опять же, прямая речь Тинькова. Они говорят, ну нахрена нам, у нас есть Аркадий, который и так нам мозг клюет, еще тут Тиньков появится, этот харизмат. И они его заболтали. Аркадий, что зачем нам Тиньков? Я говорю, нет, подожди. Если вы хотите, чтобы я вообще как-то никак не принимал участие, то это просто обычная покупка. Тогда давайте больше денег и бабки сразу, описал ситуацию предприниматель. Ну и по его словам, бабки не дали, контроль давать также отказались, и из-за этого все сорвалось. Новости за Буграфин. Техкомпания Джекодорси Square сменит название на блок. Новое название будет отражать преобразование компаний в экосистему. Что-то сейчас все в экосистему преобразовываются. Может мне тоже в экосистему канал преобразовать, объединяющие другие направления, в частности, инициативу по развитию криптовалют. Официально новое название вступит в силу примерно 10 декабря. На бирже блок продолжит торговаться под прежним тикером SQ. В компании отметили, что название Square ассоциируется с ее бизнесом для продавцов. Финтек с момента основания в 2009 году занимается приемом и обработкой платежей для малого и среднего бизнеса. И это имя останется за платежной платформой. Новое же название блок отражает дальнейший рост и развитие компаний в экосистемах, которые уже вошли в сервис перевода денег. Cash App, музыкальный стриминговый сервис T-Dal и другие проекты. А еще немножко прогнозов. Saxo Bank представил шокирующие прогнозы на 2022 год. Датские банки ежегодно готовят так называемые шокирующие прогнозы для мировой экономики. Так вот, на этот раз банк предрекает упадок Facebook и Spotify, кризис в США, бунт женщин-трейдеров и радикальный прорыв в медицине. Ну и вообще в САГСе считают, что 2022 год это главная тема, главный тренд 2022 года это революция, так как нынешний мир не может решить проблему растущего неравенства. Нужны изменения, так как социальная пропасть увеличивается не только между богатыми и бедными, но и между молодыми и старыми, женщинами и мужчинами. Растет разрыв между стремлением использовать ископаемое топливо и переходом к зеленой энергетике. Ну а вот что касается биржи, то в 2022 году будет гораздо меньше надежды и позитива, зато гораздо больше волатильности. Ну и кстати, чтобы проверить вообще достоверность и компетентность, вот смотрите, на этот год, на текущий год САГСа Бэнк предсказывал выпуск властями Китая цифрового юаня, по-моему было такое, рост инфляции стопудово было, перегрев экономики из-за излишнего стимулирования, это прям вообще в точку, увеличение числа дефолтов по корпоративным бумагам, друзья, по-моему тоже было, а также рост развивающихся экономик, да, все, все САГСа угадали, так что 22-й тоже, видимо, пройдет по их сценарию. Ну и новость, которую я сегодня вынес в заголовок, выход USM Алишера Усманова из капитала VK, на этом фоне акции выросли на 8%, USM Алишера Усманова выходит из капитала ВКонтакте, продав свою долю в АО МФ технологии. На фоне сообщения о сделке стоимость акций VK выросла на 8,28%, но во второй половине дня рост замедлился до 6%. Позитивная реакция рынка связана со сменой акционера, еще с тем, что отскок давно назрел. Акции бывший Мэйл за год сложились почти вдвое и не помогало ни переименование. В VK, собственно, ни новая концепция. Нельзя сказать, что инвесторы полагают, что Сагас долгое время будет оставаться владельцем, поскольку для него актив явно непрофильный, но в составе стратегической компании явно в будущем будут присутствовать владельцы, прямо или косвенно контролируемые государством, сказал РБК Инвестициям начальник управления торговых операций на российском фондом рынке Фридом Георгий Ващенко. Ну и вот, что сказал Алишер Усманов, это его непосредственно прямая речь. Наш акционерное участие в VK Group во многом определило развитие и стало важной частью истории нашего холдинга. Наш подход – это максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнеры передали право голосовать нашими акциями VK и ее руководству. Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей, как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в ее будущем, прокомментировал основатель USM. Ну, я как инвестор, конечно, все это сразу же подвергаю сомнению. Как говорится, из хорошего актива акционер никогда не выйдет. Ну и вполне вероятно, вот эти слова о том, что бумаги на пике и так далее, что они оставляют золотого теленка новым собственникам. Все это не более чем реверанс такой в сторону компании. Вероятно, друзья, действительно бизнес не видится перспективным Алишеру Усманову. Но я, во всяком случае, интерпретирую это именно так. Ну и также, напомню, в середине ноября другой крупный акционер МФ Технологий Сбербанк подписал обязывающие документы о продаже своей доли в компании 36% Газпромбанку за 12 миллиардов рублей. Ну и напоминаю, друзья, мой новый релиз честного портфеля на декабрь уже вовсю распространяется. Чтобы получить его, торопитесь, пишите мне в Телеграм. Ссылочка в описании и в первом комментарии. Стоимость стратегии 500 рублей. Погнали на рынки. Тут опять сегодня трешачок. РТС минус 0,72. Индекс Мосбиржи минус 0,88. Вроде вчера какой-то позитив наклюнулся, но нет. Опять все красное. Весь мир сегодня падает. В минусе вся Европа. Америка пока что не открылась. Но и там, я думаю, хорошего ничего не будет. На товарных рынках динамика разная. По золоту минус 0,32, 1775 долларов за тройскую унцию. А вот по нефти просадка минус 2,24 и нефть уже сильно ниже 70, 67,32 за баррель бренд. Непонятно с чего, но укрепляется рубль. Доллар минус 0,69, евро минус 0,45. За доллар дают 73,80, за евро 83,68. По крипте топчемся на месте. Биткоин минус 0,69, 56,630 долларов за монету. Ну и по индексу Мосбиржи с большим отрывом. Та самая акция ВИКей плюс 7,3. Пятерки лидеров ММК плюс 3% ФСК и С плюс 2,7. ТАТ нефть плюс 2,4 и Сургут нефтегаз плюс 2,2. Аутсайдер СБР минус 1,1. Русал минус 1,3. АФК система минус 1,5. Тинькофф минус 1,9. И МКБ минус 1,9 также. По всему российскому рынку сегодня лучшая бумага это ТЗА плюс 14%. В тройке Мэйл и МГТС плюс 6 и плюс 5. Также тут неподалеку самолет Крогер и Уонтьер. Ну часть американские, как мы понимаем. Давайте сегодня, друзья, не лидеры глянем, а пользуясь случаем. Коль уж про ВИКей так предметно беседуем. Посмотрим, как дела у Мэйл Групп за месяц минус 6. Ух ты, за год минус 37%. Ну да, прям печаль. Мэйл Групп Лимитед. Тикер акции Мэйл Ди Эр 1355 рублей стоит одна штука и сегодня плюс 84 рубля. Ну вот видите, по этой динамично развивающейся компании, которая на пике, по словам Усманова, теханализ активно продавать. Скользящие средние 3,9, технические индикаторы 1,8. Да, график ничего не скажешь, тоже очень перспективный и динамичный. Ритмичный, я бы сказал, как говорит наш президент. За месяц минус 6.37, за полгода почти минус 20% и годовой убыток 37,5%. И, собственно, явных предпосылок для того, что тренд поменяется, нет. Вот, видимо, из-за этого Алишер Усманов и решил переложить деньги в другое место. Общий график минус 42. Напомню, что бумага совсем недавно на московской бирже. Видите, примерно с августа 20-го. И когда-то стартовала с 2350. Я прекрасно помню, как это было. И тогда еще даже у меня были мысли в нее зайти. Но, слава богу, я этого не сделал. Так, показатели по компании. Стоимость более 4 миллиардов. Ебеда 326 миллионов. Показателя по Е нет, но рентабельность просто мрак. Долг 42%. Так, бета 0,78. Еще, к тому же, дивидендов Mail не платит. Вроде как хотят развивать собственный же бизнес. Ну, не особо получается, будем откровенны. Ну, во всяком случае, с точки зрения акционера. Акционера этой компании. Ну, печально, печально, друзья. Причем даже нет уверенности, что вот текущая ситуация – это хороший момент для покупки. Когда из бизнеса выходят такие большие люди. Тут, мне кажется, если звезды зажигают, это кому-нибудь нужно. Это все неспроста. Будьте осторожны. Так, погнали смотреть, что у меня. Начинаем с российского портфеля в брокере открытия. Тут печально. Минус 0,92 и минус 8 тысяч. В портфеле 867 тысяч рублей. Ну что, после провального ноября продолжаем падать и в декабре. За 7 дней минус 2,42 и минус 21 тысяча. За 30 дней потери уже 4,64 процента и 41 тысяча рублей. Растущих бумаг тут сегодня почти нет, но одна из них – это ВТБ плюс 1,95. Погнали в Америку. Начинаем с иис в брокере Тинькофф. Здесь лучшая акция General Motors плюс 2 процента, но в целом общий результат тоже грустный. Ну и фондовый портфель тоже, разумеется, в минусе. Минус 0,67, минус 1700, 253 тысячи в нем. За все время доходность плюс 11,89, плюс 26,900. Ну что, друзья, смутные времена, безусловно. Мне вчера один из зрителей написал под вечерним видосом. Слишком ты оптимистичен, но этим ты, собственно, и подкупаешь. Да, друзья, стараюсь и сам не унывать, и вас поддерживать. Ну, ничего другого нам не остается. Наверняка после этого периода все когда-то нормализуется, поэтому нет никакого смысла сейчас драматизировать и рвать на себе волосы. Все будет нормально, друзья. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, лайк за видос, хорошего вечера, до завтра, пока-пока.